В эти дни в Наринмаре проходит конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В столицу региона прибыли представители власти Мурманской области, Архангельска, Новгорода, Республики Коми, Карелии и Ленинградской области. Большая встреча должна помочь парламентариям разобраться в вопросах, от которых напрямую зависит качество жизни в регионах Северо-Запада. Многие из них имеют крайне важное значение и для нашего округа. Так, по инициативе председателя окружного собрания законодателей Анатолия Мяндина в повестку конференции включили вопрос о предоставлении субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим автомобильный бензин и дизельное топливо в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Строгий регламент. Пять минут на каждое выступление и никакого дополнительного времени. Всего парламентарии рассмотрели 19 проектов. Больше всего вопросов вызвал доклад председателя Архангельского областного собрания Виктора Новожилова. Тема доклада «Территориальное общественное самоуправление как форма социального партнерства власти и гражданского общества на примере Архангельской области». Она очень актуальна и для нашего округа, потому что территориальное общественное самоуправление или сокращенно ТОС в настоящее время у нас находится на стадии зарождения. В НАО создано пять ТОСов. На территории Архангельской области их насчитывается 830. Во-первых, я хочу сказать, что вообще ТОСовское движение в Архангельской области, оно на высоком уровне. И на сегодняшний день очень много субъектов Российской Федерации приезжают, чтобы перенять опыт именно ТОСовского движения в нашей области. Что касается, вот много вопросов сегодня, видите, уже задавали, что такое ТОСы, как вы вообще, ну, во многих регионах и нет представления еще именно об ТОСовском движении. Но вот на ваш вопрос я бы, наверное, ответил так. Во-первых, это все через конкурс идет. И основные денежные средства идут именно с регионального бюджета. История ТОСов Архангела Городцев имеет более чем 16-летнюю историю. Опыт колоссальный. Архангельская область – лидер России по количеству такой формы гражданской инициативы. ТОСы там есть почти в каждом муниципальном образовании. Благодаря программе по поддержке общественного самоуправления в Архангельске удалось отремонтировать дороги, памятники, колодцы, спортивные площадки, придворовые территории, сельские дома творчества. И если большим ростом ТОСов в Архангельске могут похвастаться и всячески этому росту содействуют, то в Ленинградской области федеральные деньги нужны для предотвращения роста, но уже растительного происхождения. Борщевик сосновский – одно из самых ядовитых растений, прогрессирует на протяжении нескольких лет. Растения, попадая на кожу, вызывают тяжелейшие ожоги, вплоть до первой степени. Сегодня в Ленинградской области 70% районов необходима ликвидация этого растения. Мы в области тратим по нашему бюджету, в Ленинградской области, порядка 35 миллионов рублей в год. Результат не сильно высокий, особо похвастаться нечем. Поэтому здесь нужно скоординировать усилия, а для этого нужно привлечь федеральное участие. Если наше решение, вот сегодня предложение пройдет, и его введут в классификатор опасных растений, то там автоматом переключаются на федеральное финансирование. Кстати, за этот ненужный рост проголосовали все члены Ассоциации Северо-Запада. Также поддержали законодательную инициативу, с которой выступили и наши парламентарии. Она касалась предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим автомобильный бензин и дизельное топливо в отдаленные трудодоступные места. До апреля 2014 года в законе об окружном бюджете были предусмотрены такие субсидии. В результате субсидирования указанных затрат в сельских отдаленных населенных пунктах в 2012 году у нас бензин стоил по той же цене, что в городе Наринмаре, вот это 28 рублей, значит, в 2012-м 30 рублей, в 2013-м 34 рубля, то есть по той цене, по которой продавался бензин для населения в городе Наринмаре. По сожалению, в прошлом году была внесена поправочка в статью 78 бюджетного кодекса, и такое право, к сожалению, мы потеряли. В результате цена бензина для сельского населения возросла в два раза. Теперь эта законодательная инициатива будет рассматриваться на федеральном уровне. И если Госдума и Совет Федерации ее одобрят, население северо-запада, проживающее в отдаленных и труднодоступных местах, будет покупать дизельное топливо и бензин по льготной цене без учета затрат на доставку. Переоценить значение таких законов очень сложно. Они сразу нашли понимание у членов ассоциации. А вот ряд вопросов, касающихся культуры, сняли с повестки дня. Если обратили внимание сегодня, уж коснусь тоже, значит, сняли восемь вопросов комитета по культуре там и прочее, значит, очень по простой причине. Старая опять эта песня Медведеву, Нарышкину, Матвиенко. Вот такая проблема – осуществите законодательное регулирование. Мы здесь для того, чтобы это законодательное регулирование осуществлять. Не ждать, пока нам кто-то сделает, а наша работа депутатская в том и заключается профессионально, что мы должны с учетом сегодняшнего состояния дел, законодательной базы, юридических нормативов создать такой законопроект, который максимально получит поддержку в комитетах Госдумы, в Совете Федерации и станет законом федеральным. Последним вопросом конференции было принятие решения о месте проведения парламентской ассоциации Северо-Запада. Ее решили проводить в городе Калининграде в ноябре текущего года. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, Телеканал «Север».